МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утром, это где-то часов 9, объявляют, началась война с Германией. Это мне было еще 13 лет. 13, даже как бы не 12. Я же старший был, я их готовлю. В это время я уже готовлю и за хлебом ходил. А за хлебом надо еще там очередь отстоять. Я за хлебом взял, когда взял хлеб. И домой прихожу, мамка проходит, война началась. Папки сделали броню. Это сразу. Первый день, как война началась, папки сделали броню. И тут пошла уже волокита. Я школу бросил. Я школу сразу бросил. Потому что отец уходит в 4 часа, и мать в 4. А я надо и корову пасти, и все. И все это на мне было. И все это на мне. А потом с этими заключенными познакомился. Они меня научили прищепки делать. Прищепки вообще я стал. Я больше матери с отцом зарабатывал. Отца забрали. На броне отец был. Забрали отца. С брони сняли. И забрали отца. Через два месяца отец под Сталинградом погиб. И мне пришлось поступить сюда, к ним, слесарем. С лесарем я поучился, наверное, месяцу 6. Не, месяца 3, не больше. Приезжает какой-то летейщик. Это формовать. Вот формовать. И заливать эти стаканы. Мы ложки, тарелки выливали. И стаканы. А это стаканы... Что-то такое для самолетов, для колес. Стаканы. Какие-то чилиндры. Вот мы выливали. В армии я служил в внутренних войсках. В внутренних войсках служил. И пограничных. Когда я первый услышал наряд идти служить, он мне как кто иголками колон. Вы ходите на охрану границы Союза Советских Статистических Республик. А ходят... Справа у нас море, слева бандиты. Бандитов неисчисляемое. Это начальник заставы дает такой наряд. Значит, там был шпион на село Сибирьцами. И вот эту вот нам группу мужиков дали. Они на Падеке были. Ну, лето, тепло было. Они не были в этом казарме. Они там брендельки натянули и там жили. И один такой толстенький мужик. И вот он нас всех потонул. Вот. Ты чем занимался? А, ты расскажи. Ты подскажи. А мы, значит, место меняли. Каждые 2-4 часа мы меняли место. Это, это, против, это, мин. И проверяли мины. Потому что у нас на пароходе, на село Сибирьцове, стоял ус противоминный. Опущенный был. И этот усом, если где мина будет, ее подрежет. И вот когда война уже с Японии начиналась, в авангарде село Сибирьцов и шел в авангарде. В авангарде шел в флотилии. В дальневосочные флотилии село Сибирьцов с этим вооружением. У него 120-ти минимизовая пушка была на корме. Ну, вот, мы тоже рассказывали, которые были в Америке, где ставили. И они там пробовали. На 6 метров, вот, когда стрельнула эта пушка, она на 6 метров, вот, опустилась, и пароход, говорит, с полчаса, вот так болтала, вот так болтала. Ну, мы понятия не имели, что опасно, наверное, наш Сулгрима. Когда Япония воевая, черную кошку придумали. А это что? Это мы не знали долго-долго, не знали, что оно такое. Нам черная кошка, вот, задание, и дают, а, какую-то улицу. Ну, что мы на улице, спрашиваем людей еще нибудь, или документы мы не имеем права выявлять, мы не имели проверять документы. А спрашиваем, у вас что-нибудь тут нет, что-нибудь постороннее? Нет у нас никого, никого нет, нету нигде. А шпионы кругом, кругом шпионы. Даже в части есть спионы, и никто не знает. Меня же чуть-то, наш, чуть меня не застрелил. Тень увидел, ему показался человек. И он, это хорошо, что он кверху держал, если бы только у меня не было. Молодым ребятам, конечно, нужно первое с детства ума набраться, чтобы быть умным. И не слушать каких-нибудь баек.